Добрый вечер, на 12 канале Час новостей, в студии Сергей Лесков, коротко о главном. Выехал эпидемиолог, выехал педиатр, выехал инфекционист. 16 обращений, четверо госпитализированных, вспышка острой кишечной инфекции в Калачинском районе. Следователи возбудили уголовное дело. Вопрос был рожден в ходе форума. Дело в том, что когда обсуждали журналистику прямых действий, мысль у меня мелькнула такого рода. О чем корреспондент 12 канала спросил президента Путина и каков ответ. В Санкт-Петербурге завершился крупный медиафорум. Вместо домашних тапочек, резиновые сапоги, паводковые воды заходят в дома и селькульцев. Ситуация на контроле угловые регионы, областного МЧС и волонтеров. Удастся ли отразить удар стихии? Разбиралась Елена Смирнова. Тем временем в Полтавском районе из-за подтопления введен режим ЧС. Эвакуируют целое село. Паводок набирает обороты. Дворник появился. Через несколько минут чиновники сегодня заставляли владельцев торговых павильонов расчищать остановки. Не только представление, но и кино. Работы по реконструкции цирка в самом разгаре. Что ждет будущих посетителей? Выводят свою формулу моды. В экспоцентре стартовал международный фестиваль искусства и дизайна. А Диана Арбенина прочитает лекцию в МГУ. Эти и другие новости в традиционном культурном обзоре от Анастасии Липатовой. Причиной вспышки инфекции в Калачинском районе по предварительной версии могла стать водопроводная вода. Скважина, из которой она поступала в дома жителей села Царицыно, давно нуждается в ремонте, а сейчас сооружение еще и затопило талыми водами. В результате ЧП в больницу обратились 16 человек. В основном это дети. Самому младшему нет еще и года. Четверо до сих пор находятся в стационаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Для ликвидации ЧП также создан и оперативный штаб. Все подробности у Анны Кокориной. С флягами за водой жители села Царицыно идут не к колонке, а к машине. Питьевую воду в поселок второй день доставляют в автоцистерне. Это меры безопасности. Накануне в поселении произошла вспышка острой кишечной инфекции. За помощью в Калачинскую больницу обратились 16 человек. Из них 13 детей. Самому младшему всего 7 месяцев. 4 ребенка госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. А для организации противоэпидемических мероприятий в Калачинске создан оперативный штаб. Медицинская бригада уже работает и в Царицыно. Выехал эпидемиолог, выехал педиатр, выехал инфекционист, медицинская сестра фельдшер. Были проведены полностью подворные обходы. Села Царицыно отсмотрено. Все население это 114 детей, 410 взрослых. В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора мы так планируем в течение 7 дней проводить подворные обходы и полностью контролировать ситуацию. По предварительным данным причина в скважине, с которой идут водоразводящие сети. Как говорят местные жители, сооружение давно нуждается в ремонте. Сейчас скважина затоплена вешними водами. Там 30 лет они не чищены, эти танкера. Не мытые. Там, если вода грунтовая подходит, там оно же 20 сантиметров всего. Она же через эту воду с полей идет и прямо туда. Оно все качает и люди пьют. Возможно, именно это и стало причиной возникновения инфекции. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Сейчас специалисты рассматривают несколько версий произошедшего. В рамках расследования настоящего уголовного дела назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза по образцам воды, забор которой произведен из водопровода, а также емкости, в которую закачивалась вода. Заключение экспертизы ожидается сегодня во второй половине дня. В настоящее время по уголовному делу проводятся допросы лиц, причастных к водоснабжению данного района, а также потерпевших. В целом же ситуация остается под контролем. Новых случаев заболеваний не выявлено. Проверка продолжается. Анна Кокорина, Ольга Нефедова, 12 канал. Из-за поводка в двух районах в воду стали добавлять больше хлорки. Роспотребнадзор сейчас проверяет качество воды в регионе. Ее исследуют по нескольким показателям, в том числе и на вирусы. Все пробы, которые взяты в наиболее пострадавших от поводка районах, соответствуют нормам. Тем не менее, на очистных сооружениях Любина и Селькульского группового водопровода введен режим гиперхлорирования. В целом, по данным Роспотребнадзора, санитарная обстановка в зоне подтопления стабильная. Вспышек инфекций не наблюдается. Ну а тем временем, в Полтавском районе из-за поводка введен режим чрезвычайной ситуации. Жителям села Бородинка, которые оказались в водном кольце, было предложено перебраться в соседнее село Вольное. Пока покинуть свои дома, жители отказались. Сейчас они спасают своих домашних животных. У всех большие подворья. Временный пункт размещения для 140 человек подготовлен в сельской амбулатории. В зоне подтопления Исселькульский район режим ЧС пока не объявлено. Однако число домов, до которых большая вода уже добралась, превышает два десятка. На помощь жителям райцентра сегодня выехали омские волонтеры проинспектировать, как идут противоповодковые работы на местах подтопления. Также встретиться с местными жителями. В Исселькуль приехала глава региона Виктор Назаров. Обо всем по порядку. Илья Смирнова. Наталья Черенщикова резиновые сапоги держит на готове. На смену домашним тапочкам. Вот уже вторую неделю женщина бурится с подтоплением своего дома. Воду из погреба насос откачивает почти круглосуточно. Но стоит дать агрегату 15 минут отдыха, как пол в комнатах моментально намокает. У нас мы до вчерашнего дня еще как-то справлялись, не давали воде выйти на пол. Сегодня уже насос не помогает. Вода пошла на пол. Сейчас вот один насос скачает непрерывно уже вторые сутки. Пойдем еще один покупать. Еще плачевнее ситуация у соседей. Сюда нога человека даже в резиновом сапоге ступает с трудом. Вода захлестнула не только дворную, сами дома. Хозяева буквально на грани отчаяния. Я не знала, что делать. Не знаю, что делать. Еще плюс давление. В центре стихийно возникшего водоема оказалась и местная школа. Дорога к знаниям буквально вымощена тонкими дощечками. Старожилы рассказывают, такое здесь впервые. Район раньше подтапливало, а вот дома нет. Паводок так или иначе коснулся десятков домов и селькульцев. Кто-то съехал к родственникам, другие в центр временного размещения. Тем же, кто не решился оставить свои дома, помогают волонтеры. Здесь живут пожилые жители, притом с инвалидностью, 65 лет, 95 лет. Обратились, чтобы мы подняли вещи, так как вода поступает в дом, уже порядка 15 сантиметров, если не больше. Мы подняли холодильник, диваны, то есть все возможные вещи, которые возможны. И вот сейчас будем дальше продолжать свою работу, передвинем дорожку, чтобы как-то поступать в дом, так как тоже все залито водой. Держать руку на пульсе стараются в областном МЧС и региональном правительстве. В Исселькуле с инспекцией сегодня главный омский спасатель Владимир Корбут и губернатор Виктор Назаров. Глава региона на месте оценил масштабы бедствия, проверил, как идет откачка воды перед движной насосной станцией, пообщался с местными жителями. Задача, которая сегодня стоит перед нами, это в ближайшие три дня воду, во-первых, не допустить повышения воды, а задача номер два – это произвести откачку до приемлемых условий. Сейчас дополнительно сюда из резерва МЧС придет ПНС откачивающий, еще две усиленных помпы ставим на откачку, чтобы справиться с задачей, которая поставлена. Это в течение трех дней мы здесь должны навести порядок именно вот на данном участке. А пока Иссель-Куль входит в число тех районов, где ситуация с паводком сейчас наиболее тяжелая. В этом же числе Омский, Одесский, Шарбакульский, Полтавский и Любинский районы. В зонах бедствия работают сотни откачивающих средств и больше 70 грейдеров. Елена Смирнова, Алексей Барин, 12 канал. Между тем, по прогнозам специалистов, ледоход на РТШ начнется в ближайшие дни. Особые опасения у спасателей вызывает поселок Затон Черлакского района. Он находится в низине и угроза затопления здесь очень высока. В связи с этим, уже сегодня сотрудники МЧС направили в населенный пункт оперативную группу, которая будет круглосуточно отслеживать ситуацию. Для принятия экстренных мер у спасателей есть все необходимое. Слово Екатерине Балучевской. Уже через неделю, по прогнозам синоптиков, на РТШ начнется ледоход. Последует вторая волна паводка. В эпицентре подтопления может оказаться поселок Затон Черлакского района. Практически каждый год он уходит под воду из-за того, что находится в низине. Уровень воды в РТШ может подняться до двух метров. Сотрудники МЧС сегодня направили в Затон оперативную группу специалистов, а также спецтехнику. В настоящее время оперативная группа совместно со спасателями поисковой службы в Омской области убывает населенный пункт Затона в Рашавском районе. Задачей в случае ухудшения обстановки спасать людей, животных и обеспечения жизнедеятельности в полном объеме населения данного поселка. Группа состоит из спасателей, руководителей, которые неоднократно принимали участие в спасательных работах. Так что надеемся, да практически уверены в том, что поселок будет спасен. Спасатели будут замерять уровень воды в РТШ до окончания паводка. Начальник спасательного гарнизона, который уже находится в Затоне, обошел все дома в поселке и собрал данные о проживающих. В случае чрезвычайной ситуации местных жителей эвакуируют на плавающем транспортере. Спасательному судну большая вода не страшна, машина оборудована винтами. За раз транспортер может вывезти 70 человек. Он настолько огромный и мощный, что в него влезет даже КАМАЗ. Накануне в Затоне прошло заседание рабочей группы под руководством вице-губернатора Омской области Игоря Бондарева. Специалисты лично убедились в том, что пункты временного размещения, а также необходимый запас медикаментов и продуктов подготовлены. Екатерина Булучевская, Денис Лопарев, 12 канал. Из-за сильного повадка в области нарушено и дорожное сообщение. По данным регионального Минструя затоплены почти 100 дорог. Некоторые сел оказались отрезанными от цивилизации. Речь идет о Басилькульском, Марьяновском, Любинском, Москаленском, Муромцевском районах. Наиболее сложная ситуация с проездом в Называевском и Тюкалинском. Там размыло более двух десятков подъездных путей. Ограничено движение по всем муниципальным дорогам в Одесском районе. Не проедешь на легковом автомобиле и на север региона. Дорожные участки Сидельникова, Унара и Тара у Стешим размыты. Теперь о ремонте городских дорог. Главное управление контрактной системы объявило еще 12 аукционов на проведение дорожных работ в Омске. Таким образом, на торги выставлены 17 из 18 запланированных лотов. Последний на ремонт улицы Чкалова объявят в понедельник. Заявиться на аукцион подрядные организации могут в течение двух недель. При этом аукцион торгов по всем заказам состоится 29 апреля. А уже на середину мая назначено подписание контрактов. После чего на городских магистралях сразу же начнут восстановительные работы. Между тем, накануне депутаты горсовета предложили мэру Омска Вячеславу Двораковскому объявить в городе режим ЧС из-за разбитых дорог. Парламентарии требуют от мэрии найти дополнительные средства на ремонт магистралей. Речь идет о сумме в 200 миллионов рублей. Эти деньги предложены искать в бюджете города. Мэрия, в свою очередь, настояла на том, что средства нужно получать из областного бюджета. Вячеслав Фикторович отказался вводить чрезвычайную ситуацию, чтобы я мог из резервного фонда выделить. Мы могли бы порядка 100 миллионов бросить на ремонт дорог. Отказался. Тогда я предложил, говорю, давайте тогда дополнительно к тому миллиарду, который мы определили, я готов еще дал уже поручение своим коллегам, чтобы нашли деньги на ремонт и дорог, в том числе и в муниципальном образовании, это областном центре. Мы не можем просто взять и 200 миллионов дать. Это есть процедура. Мы объявляем конкурс на благоустройство и ремонты в муниципалитетах. И город имеет возможности и должен, я считаю, участвовать в этом конкурсе. А то, что просто написать письмо и сказать, дайте мне 200 миллионов, ну, к сожалению, есть порядок, который и Вячеслав Фикторович тоже знает. В Санкт-Петербурге завершился медиафорум, в котором приняли участие сотни журналистов со всей страны. Блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств, медиаэксперты. Ключевыми темами обсуждения стали острые проблемы регионов и развитие независимой журналистики. К работе форума присоединился и президент России Владимир Путин. В течение трех часов глава государства отвечал на вопросы журналистов. Съемочная группа «Часа новостей» побывала в северной столице. Настолько крупное событие 12 канал просто не мог оставить без внимания. Наш корреспондент Владимир Мутовкин не только подготовил подробный материал о работе форума, но и задал вопрос президенту. Это место фактически берег Васильевского острова. Один из его краев, вот за этим отелем, начинается Финский залив и Балтика. Именно отсюда Петр Первый начал рубить окно в Европу. Именно здесь собрались делегаты медиафорума местных независимых средств массовой информации «Правда и справедливость», который прошел под эгидой Общероссийского народного фронта. Это собрание, наверное, одно из самых представительных за последнее время в стране. И дело не только в количестве участников, а их здесь собралось 300 человек. Так вот, не только своей массовостью интересен этот форум, а еще и теми задачами, которые он ставил перед собой, этими вопросами, которые здесь поднимались. Это и злоупотребление чиновниками властью, это и коррупция, это и экологические проблемы, это и проблемы развития промышленности страны. Все это обсуждалось участниками форума и выносились решения, как лучше подавать эти темы зрителю. Наверное, одним из самых волнительных и интересных моментов форума стала встреча с президентом страны Владимиром Путиным. Эта встреча, не скажу, что проходила совсем уж на короткие и на равных, все-таки это президент России. Но, тем не менее, даже само расположение людей в зале вокруг президента предусматривало особый, неформальный характер общения. И этот тон беседы с самого начала продержался до конца. Журналисты получили возможность задать вопросы, которые по-настоящему волнуют их. В ходе встречи свой вопрос удалось задать президенту и мне. Я счел нужным, не вдаваясь в какие-то мелкие вопросы, задачи, узнать у Владимира Путина, а может ли журналист влиять на ситуацию глобальную, что называется, встав в ряды с властью и пытаться решить проблемы людей, с которыми он встречается каждый день, и проблемы, которых он знает не понаслышке. Мы все что-то пытаемся говорить про власть, пытаемся как-то на нее повлиять, а с другой стороны, ведут сейчас у нас праймерис. Дай бог памяти десятого заканчивается, можно еще успеть на последний паровоз заскочить, приехать. В связи с этим возникает вопрос, а нужны ли мы такие молодые, да дерзкие, со своими документами на пунктах приема, где можно подать эти документы на праймерис, и попытаться стать депутатами Госдумы. Потому что, с одной стороны, мы, да, действительно не стары, а с другой стороны, как никто знакомы с проблемами людей, про которых мы рассказываем. А с другой стороны, нам часто говорят, ну а зачем вам это надо, там все решено. Действительно ли настолько все решено, что не стоит суваться? Спасибо. Нет, конечно. Вот это предварительное голосование нами внедряется, как инструмент решения сразу нескольких проблем, нескольких вопросов. Во-первых, это делает всю жизнь общественной организации, партии более прозрачной и приближает ее к людям. Функционеры партийные должны чувствовать, что в обществе происходит. И это очень важно. В ходе вот таких вот открытых обсуждений, споров, выявляются реальные проблемы, перед которыми людьми стоят. И идут дискуссии о том, как эти проблемы и эти задачи решить. Первое. Второе. Я очень рассчитываю на то, что вот эта система как раз и будет выталкивать наверх людей заинтересованных и желающих работать в интересах общества, в том числе и в высшем законодательном органе страны. Так что я рассчитываю, что это будет полезный, интересный механизм. И желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо вам. Этот форум внес определенную свежую струю в понимание задач журналистского сообщества. Мы не должны обслуживать власть. Мы не должны идти на поводу у чиновников. Мы должны честно и объективно рассказывать людям о ситуации, которая складывается в стране. Только благодаря таким действиям и удастся в какой-то мере исправить сегодняшнее, может быть, не совсем простое положение дел в стране. Но, как было замечено отдельно, о хорошем забывать тоже не надо. И рассказывать о хорошем тоже одна из наших задач. Может ли СМИ менять ситуацию в стране наравне с властью? Услышат ли руководство страны гражданских активистов и общественных деятелей? Расширенный материал о медиафоруме в Санкт-Петербурге в эфире программы «В центре внимания». Смотрите сегодня сразу после итогового выпуска «Час новостей». И смотрите далее в нашей программе. Дворник появился. Через несколько минут чиновники сегодня заставляли владельцев торговых павильонов расчищать остановки. Не только представления, но и кино. Работы по реконструкции цирка в самом разгаре. Что ждет будущих посетителей? Выводят свою формулу моды. В экспоцентре стартовал международный фестиваль искусства и дизайна. А Диана Арбенина прочитает лекцию в МГУ. Эти и другие новости в традиционном культурном обзоре от Анастасии Липатовой. Владельцы торговых павильонов на городских остановках, видимо, решили экономить на уборке. Урны переполнены, а мусор валяется прямо под ногами пассажиров. Вот только за это придется отвечать. Сегодня специалисты администрации Омска проверяли, как хозяева торговых точек следят за порядком. Насколько действенны такие меры, знает Дмитрий Панков. Коробка полная мусора, пустые бутылки, пакеты, окурки. Такая картина почти на каждой автобусной остановке. Отношение отрицательное, но люди сами пассивные. Нужно не обращать на это внимание, фотографировать, хотя бы обращаться в администрацию. В департаменте городского хозяйства точно знают, кто обязан следить за чистотой на остановках. Ежедневно в ходе рейдов сотрудники мэрии выписывают более 10 уведомлений руководителям торговых павильонов. Именно они по закону должны в радиусе 5 метров от точки продаж следить за состоянием арендованной территории. И в радиусе 20 метров, если этот киоск с горячим питанием. У нас есть дворник, который каждый день приходит на салон и мусор забирает. И также подлетает. Сегодня утром он был под металл из-за салона. Но сегодня по неизвестным причинам дворник свою работу выполнил плохо. Пока сотрудники администрации выписывают только предупреждение. Если через три дня ситуация не изменится, предпринимателю грозит серьезный штраф. После этого мы осуществим повторное обследование. Если хозяйствующие субъекты не наведут порядок, то мы пригласим для составления протокола. А там уже принимает решение комиссия. Либо налагают взыскание, предупреждают, либо административный штраф. Для хозяйствующих субъектов от 10 до 100 тысяч по 32-й статье, в частности вот как вот здесь. Для физических лиц от 5 до 20 тысяч. Помимо чистоты на автобусных остановках, специалисты администрации следят за порядком и во дворах жилых домов, чистотой фасадов зданий. С начала 2016 года только в советском округе составлено более 500 протоколов. Кстати, у того самого киоска буквально через полчаса после рейда пришел дворник и начал уборку. Дмитрий Панков, Михаил Алдыгепченко, 12 канал. В Омске появится сафари-парк. Откроют его на территории отреставрированного цирка. О том, как идет реконструкция объекта, сегодня рассказали заместителю председателя регионального правительства Татьяне Вежевитовой. Она побывала на стройке. Большая часть работ уже позади. Установлены новые витражи, смонтирована система вентиляции, идет оборудование арены. Сейчас рабочие приступили к отделочным работам. В планах и благоустройство территории уже известно, что площадь перед цирком украсит фонтаны. Это не единственная задумка. На заднем дворе появится открытый сафари-парк, где будут выгуливать животных. Так что амичи смогут полюбоваться и покормить четвероногих артистов. Мы получим, наверное, первый объект такого уровня, уникальный объект. Тот объект, который второй всего лишь в России по состоянию на сегодняшний день будет сдаваться реконструированный именно в таком качестве. У нас будет здесь 1500 мест. И маленькие ребятишки получат дополнительные объемы, где можно им будет поиграть, повеселиться. Вот уличная зона, сафари-парк так называемый, у нас никогда такого объекта не было. Если это будет задумка реализована, это будет тоже прекрасная экскурсионная программа для маленьких детей, особенно в летний период времени. Я не слышала о подобном в других регионах. Функционал цирка расширится. На манеже обустроят кинозал, установят большой экран и специальное оборудование. Увидеть здесь можно будет преимущественно российские фильмы. Открытие цирка после реконструкции запланировано к 300-летию Омска. А сейчас время новостей культуры. И ко мне присоединяется Анастасия Липатова. Настя, здравствуй. Хотела спросить, как ты относишься к модным тенденциям? Привет, Сережа. Я стараюсь за модой следить, но все-таки считаю, что лучше иметь собственный стиль, а не копировать звезд с обложек в глянцевых журналах. Но в своем культурном обзоре я сегодня расскажу о тех, кто не то что не гонится за мировыми трендами, а создает их. Сибирский бренд. В Омске несколько часов назад начали выводить свою формулу моды. В экспоцентре стартовал международный фестиваль искусства и дизайна. К нам в город приехали ответственные за красивое будущее России. Несколько дней молодые дизайнеры одежды из разных регионов нашей страны будут показывать свои фэшн-работы. В итоге жюри выберет тех, кому достанется финансовый призовой фонд. Конкурс начинающих дизайнеров формула моды проходит уже 20-й раз. Юбилейный фестиваль решили посвятить истории нашего города. То есть в костюмах модели можно уловить намек на омскую архитектуру, поэтов и художников, которые родились в Омске, а также местную флору и фауну. Выйдут ли звезды российского кино на омскую красную дорожку в нарядах от начинающих кутюрье – вопрос открытый. Зато стало известно, какие фильмы покажут на кинофестивале «Движение» вне конкурса. В эту программу попали картины, которые еще не вышли в прокат, но уже обещают стать громкими премьерами предстоящего телесезона. Так, на церемонии закрытия фестиваля омичам представят пилотную версию сериала «Квартет» режиссера Анны Меликян. Напомню, ее предыдущая картина «Про любовь» получила премию «Золотой орел» как лучший фильм 2015 года. Кстати, церемонию открытия фестиваля «Движение» зрители 12-го канала увидят в прямом эфире. Выживут только влюбленные. Такое обещание дает Диана Арбенина. Это название нового альбома группы «Ночные снайперы», презентация которого состоится уже завтра в одном из ночных клубов Омска. Ну, а до концерта рок-певица будет не петь, а читать лекцию в Омском государственном университете. Арбенина собирается обсудить со студентами тенденции современной литературы. Одной из важных тем встречи станет «Поколение М». Это крупнейший в России благотворительный проект, объединяющий идею развития детского творчества и помощь тяжелобольным детям. Сережа, ты мне в начале разговора спросил, как я отношусь к моде. А ты вообще как, в тренде? Ну, от подиума вдалек, хотя на формулу моды, может быть, загляну на этих выходных. Хотя вряд ли. Настя, спасибо. Это были «Новости культуры» от Анастасии Липатовой. Все наши новости на сайте в интернете. 12-й канал.ру. Впереди прогноз погоды. Реклама будет короткой. Евроокно «Стандарт». Всем записавшимся на замер подарок. 700-007. Куртки, пальто, ветровки. Все в 2-3 раза дешевле, чем в обычных магазинах. Оптовые ярмарки России. С 4 по 13 апреля СК «Красная звезда». Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас чай Липтон 25 пакетиков 39 рублей. Масло подсолнечное Кубанская долина. 800 миллилитров 69,90. Толстолобик свежемороженный. 77,50 за килограмм. Куртинка, ура! Довольные покупатели – наша главная ценность. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Кованые перила. И о погоде завтра, 9 апреля, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в районах ночью – минус 1,0 градусов. Днем – плюс 5, плюс 6. В Омске в ночные часы 1,2 градуса выше нуля. Днем – 4,5 градусов тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Таковы новости этой пятницы. Далее смотрите программу «В центре внимания». До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...